Куда вы документы пришли? В приемную, наверное. Департамент строительства, да? Да. Посетитель департамента организации строительства Ярославля не показывает лицо. Никто не хочет ввязываться в очередной коррупционный скандал. Директора структурного подразделения мэрии подозревают в получении взятки в крупном размере. Его коллеги о случившемся узнали из интернета. Как вообще работа идет? Обычным порядком. А директор департамента на месте? Он у нас в отпуске. Официально в отпуске. Выключайте все. У вас все включено. Я вас просто скажу, что вы получили. Мы садили несколько часов. Мы садили в отпуске. В отпуске готовились заранее. Не то, что сейчас в течение каких-то дней. Все это было запланировано. А обысков никаких не проходило. Мы сами узнали полчаса назад. По данным следствия, в начале ноября Владимир Евдокимов получил от ярославского предпринимателя 250 тысяч рублей за помощь в продлении аренды земельного участка и выдачу разрешения на строительство дома за Волгой в районе улицы Клубной. Участок земли в 4000 квадратных метров находится в госсобственности. Как следует из материалов следствия, деньги переводились на счет жены Евдокимова. Имели место два транша – 100 тысяч рублей 1 ноября и 158-го. Кроме самого Евдокимова задержан и предполагаемый взяткодатель. В настоящее время подозреваемые задержаны. От них поступили ходатайства о заключении досудебных соглашений о сотрудничестве. Проводятся следственные действия. Найти компанию, фигурирующую в деле о взятке, оказалось не так-то просто. По адресу республиканской 84-корпус-2, под которым она числится в интернете, организации не оказалось. О том, что она вообще когда-то здесь была, никто даже не слышал. Речь идет о строительной компании «Ярградстрой», директором которой числится Михаил Соловьев. По телефону нам удалось связаться с юристом организации. В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело. Есть и оперативная съемка, но она пока не обнародована. Вопрос о мере пресечения для задержанных, скорее всего, будет решен завтра.